Открываем крышку. Это сама установка. И за счет. Они больно бьют оккупантов. 64 единицы техники и мотоцикл 65-й. Аж самому смешно. Это такое уже. Бой один на один противотанкиста с танком. На украинском фронте пылают российские танки. Нашу пехоту разобрали бы и все. А так мы перепотрошили их. Один выстрел и нет танка практически за 5 миллионов долларов. Огонь! Перед сведением ракеты нужно обязательно найти ту цель, потому что у тебя есть всего 4 минуты для выстрела. Быть противотанкистом нелегко. Дотянуть оборудование, которое весит, бывает, до сотни килограммов. И еще с полным боекомплектом. Экзамен на выносливость. Для врага они цель номер один. Их боится любая тяжелая техника. Мы знаем, что выезжая техникой, нужно уложиться буквально в 15 минут. Выстрел это однозначно работает стугно. Мгновенно, учитывая подлетное время ракеты, это все прорабатывается. Это раз. Знаем, допустим, где техника. И мы можем ее заранее увидеть, например, за 7 километров. Тогда будет более эффективный дживелин или же карнет, допустим, против тяжелой техники. Командир противотанковой роты 66-й бригады имени князя Мстислава Храброго Эдуард Сабанин в мирной жизни фермер и известный аграрий в Полтавской области. Эдуард – офицер, поэтому после начала полномасштабного вторжения встал в армейские ряды. В боях с россиянами заслужил звание Героя Украины. Его подразделение наводит ужас на врага. Окупанты называют их, конечно же, натовскими спецами. Да, да, обычные парни. Земледелы, строители, предприниматели. Бойцы противотанковой роты бьют захватчиков по всему Восточному фронту. Враг отчаянно бросает в атаки пехоту и танки. Российская техника – это как раз их профиль. По прямой наводочке мы так его и сняли. Российским оружием российские танки бывает и такое. А случается, что и дживелинам попадают во вражеский вертолет. Когда ты уже свел цель и захватил, оно себе сфотографировало и полетело по той цели. Николай до войны был полицейским, встал на защиту Украины. Здесь он – оператор-наводчик американского ПТРК «Дживелин». Ни одна танковая броня его ракеты не выдержит. Бойцы говорят, даже тот же хваленый российский танк Т-90 «Прорыв» горит за милую душу. Т-90 их славный горит. А об этом бое, наверное, будут рассказывать в учебниках. Потому что такого результата мало кто достигал. Благодаря слаженной работе противотанкистов бригады, за четверо суток бойцы обезвредили 22 танка, 2 БТРа и 1 БМП. В общем, три расчета разгромили, фактически в танковый полк. Пехота бы не остановила их, это однозначно. А если бы и остановила, много горя бы они наделали и разобрали бы нашу пехоту. Все здесь закрыто более-менее нормально нашими расчетами. Они знают об этом и не идут сюда. Мужчины признаются, раньше даже представить себя не могли в роли противотанкистов. Но сейчас командование гордится этим подразделением. За хорошую и образцовую службу. Выйти из строя. Спасибо за службу. Служу украинскому народу. Армейцы уверены в украинской победе и делают все возможное, чтобы приблизить этот день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова